Нерри, мы продолжаем с тобой разговор и мы закончили кратким описанием жертвоприношений. И разумеется, они смотрят на Машеха, который придет, который должен был прийти в те времена. И как ты говоришь в третьем храме, про который Иезекиил говорит нам, будет восстановлено левицкое священство и жертвы восстановлены, но не для того, чтобы, наверное, достучаться до Бога. Это твое мнение, я указываю, потому что я не очень понимаю этот момент, для меня это одна из тайн. И они будут смотреть на ту жертву Машеха, которая была в прошлом, чтобы возвеличивать ее и показывать, что Иешуа, Сын Божий, пришел, чтобы искупить нас, сделать нас угодными Богу и чтобы дать нам вход в присутствие Божие. Но сейчас я хочу тебя вывести на тему, которая называется Муадим, даты, праздники Господние и как она связана с этим. Недавно у меня был телефонный разговор с одним без именной фамилией, достаточно известным проповедником, пастором. И он сказал, и выразился примерно так, я не хочу обидеть ни в коем случае никого, но он примерно сказал, вот вам бы мессианским про Христа Иисуса больше говорить, а вы говорите про эту ерунду. Пасха, и я ему поначалу даже не нашел, что ответить от возмущения, потому что Писание определило в Левит 23 главе схему праздников. И когда-то, когда Ишуа пришел, он сказал однажды о себе, я из Него Господин Субботы, или Сын Человеческий Господин Субботы, то есть в Божий Шаббат мы можем войти через Него. Но этими словами он по сути сказал больше, он сказал, и из Левит 23 мы видим, что Шаббат это комплектующая доля каждого праздника, то есть он Господин каждого праздника. И Муадим, или памятные даты, или даты праздников, когда мы особенным образом приближаемся к Господу. Я знаю, и это, наверное, была причина, почему мы позвали тебя поговорить, жертва Машеха, она невероятно связана со всеми праздниками. И хотелось бы понять, как это работает, как это сработало в священных писаниях, почему. Потому что ты вот в предыдущих двух беседах несколько раз говорил, жертва Йом-Кипура могла снять с человека даже умышленный грех. И если Иешуа, он воплощение всех жертв, то было бы более разумно, чтобы он умер на Йом-Кипур. Потому что он жертвовал милостивления. Потому что он жертвовал милостивления. Но случается совершенно по-другому, случается на Песах. Не Песах, а Песах. На Песах он умер, да. Да, и вот мы хотим понять... Я уже как бы ответил на этот вопрос косвенно, когда я говорил, что самая первая жертва у народа была пасхальный агнец, который был заклан 14-го Несана, и кровь этого агнеца спасла первенцев израильтян. Окей, секундочку, секундочку. Давай мы начнем. Опиши нам, какие жертвоприношения приносятся по круговороту еврейских праздников. Мы повторим. Я часто, когда говорю о праздниках, я говорю, есть 7 праздников. Можно сказать 3, а можно сказать 7. Почему 7? Потому что первая тройка, они как бы вместе. Это Песах, это Мацот, это... Хаг-Хаг первой плоды. Они как бы идут вместе. Потом идет праздник Шавуот, посредине. И потом другая тройка, которые идут осенью, это Роша-Шана, или праздник труб, Йом-Кипур и Сукор. И как бы можно разбить на 3 группы. И поясни нам, когда что делается. И мы понимаем, что в Израиле есть 3 новых года. 4. 4 новых года. Это если учитывая 31 декабря. Нет. Тубишват, это Хага-Илино. То есть праздник Новый год для деревьев. Да. Потом праздник Новый год для животных. Это 1-й Илюль. В каких это числах? Илюль, это где-то август. Окей. И есть 14-го Несана, это когда... Нет. 1-й Несана, это Новый год для царей. Окей. И Алиф Батишрей, это Новый год для Илюльца. Роша-Шана. Роша-Шана. А почему для царей было особенно сделано? Потому что сколько царь просидел 1-го Несана, значит столько он и царствовал на своем престоле. Окей. По всей видимости, эта идея тоже связана каким-то образом с тем, что Иешуа в месте Несана вошел. Я, наверное, отвлекусь на секунду, мне сейчас пришло в голову одна интересная притча, Евангелие от Луки, 13-я глава. Прочитаем. И вы подумайте, о чем здесь говорит наш Господь. И сказал сию притчу, некто имел в винограднике своем посаженную смоковницу, и пришел искать плода на ней, и не нашел. И сказал виноградове, вот я третий год прихожу искать плода на ней, на этой смоковнице, и не нахожу. Сруби ее. На что она мне и землю занимает? Но он сказал ему в ответ, Господин, оставь ее на этот год, пока я, окопая ее и обложу навозом, не принесет ли плода, если нет, то в следующий год срубишь ее. Теперь, о чем говорит Иисус в этом пророчестве? Поясни нам. Разные мысли могут возникать. Ну, какие у тебя, например? Ну, я не знаю, возможно, Бог хочет достучаться до своих людей, может быть. А теперь свяжи эту притчу с Тубишватом. Тубишват, то есть с Новым годом для деревьев. Да. Что деревья должны приносить плоды, если они не приносят, то... Почему мы празднуем Тубишват? Мы празднуем Тубишват, потому что есть в девятнадцатой главе... Девятнадцатая глава любви, да? Да, девятнадцатая глава. Так, сейчас, где же это было? А, вот. Когда придешь в землю, двадцать третий стих, который Господь Бог даст вам, и посадите какое-либо плодовитое дерево, то плоды его почитайте за необрезанными. Три года должно почитать их за необрезанными. Не должно есть их. А в четвертый год все плоды... Представьте Господу. ...должны быть посвящены для праздниц Господних. То есть, в пятый же год вы можете есть плоды его и собирать себе все произведения его «Я Господь, Бог ваш». То есть, там три года была смоковница, не приносила ничего. А он приходил каждый год и хотел плода, хотя он не должен был вообще подходить к этой смоковнице три года. На четвертый год... Ну, может быть, он не хотел плода, а может, он просто смотрел, развивается ли дерево. Он, может, не хотел взять плода, он хотел посмотреть. Если мы смотрим на 13 главу книги Евангелия от Луки, то там Иисус говорит вначале, он говорит, «Посмотрите, тех, кого убил Ирок, не хуже были вас. Если вы не покаетесь, с вами будет то же самое». Или на тех, на кого упала башня Соломонова, они были не последние грешники, но и с вами станет то же самое, если вы не покаетесь. То есть, к чему это Иешуа говорит? Он говорит, потому что в народе Израиля нету богопоклонения. Ни в традициях, ни в богобоязни. И сердце народа далеко от Господа Бога. И поэтому он приносит эту притчу, показать, что вот этот хозяин, который имеет эту смоковницу, он нечестивый человек. Он ищет плода сейчас. Вот сейчас я хочу. Понимаешь? Вот. Как бы и жертвы не помогут, если нету этого страха Господня. Понимаешь? Так вот, все вот эти жертвоприношения, которые говорится в Левите 23 главе. Первое, конечно, это Шаббат. И Шаббат мы празднуем каждую неделю. То есть, Бог сотворил небо и землю за шесть дней. В седьмой день Бог почил. То есть, это не значит, что Бог ничего не делает. Он заботится о нас. И Он хочет, чтобы мы также были в Его покое и заботились о тех, которые под нами. Скажи мне, в Йом-Шаббат что делали священники в храме? О, они пахали в поте лица своего. Например? Всякие жертвоприношения, если ты посмотришь на все эти дневной цикл. Если в обычный день была утренняя, дневная, вечерняя жертва, а на Шаббат еще были... Несколько дополнительных. Дополнительных жертв. Потом, в основном, люди приходили приносить жертвы на Шаббат. Потому что посреди недели они работают. Но все равно, как вот этот момент все-таки сочетается с покоем? Так вот, то, что придумали сегодня раввины, это как бы они далеки от истины, потому что Шаббат, он дан для того, чтобы ты мог позаботиться. Это не значит, что ты не можешь ничего делать. Конечно, очень легко лежать и плевать в потолок и ничего не делать. Но это не есть Шаббат. А Шаббат настоящий, это то же самое, что написано в книге Пророка Исаи, 58 главе, о посте. То есть, пост это не то, что ты себя мучаешь и ничего не кушаешь, а то, что ты не докушал, ты пошел дал нищему. Но все-таки Шаббат... То же самое Шаббат. Шаббат связан с малахой. То есть, не надо делать какую-то работу за день... Для себя. ...чтобы заработать. Да. Но ты можешь делать доброе дело для кого-то. Но все-таки концепция один день просто выпустить пар и отдохнуть. Тоже можно. Это библия... Тоже можно. Но опять, когда Бог говорит о творении, Он перечисляет все дни и заканчивается каждый день. И был вечер, и было утро. Но о Шаббате такого нет. И все, абсолютно все интерпретаторы Писания, они сходятся на том, что Бог находится и сейчас в своем покое. И Его желание, чтобы мы также пришли в Его покой. Через веру. То есть, это не значит, что мы становимся ортодоксальными евреями. Нет. Мы можем войти в Его покой и делать добрые дела. То есть, Шаббат — это прообраз Его покоя. Чтобы мы, в конце концов, вошли в Его покой. Нэри, я тебе хочу сказать. Мне очень интересно разговаривать с тобой и интервьюировать себя. Потому что у меня такое ощущение, что многие мессианские лидеры... Мы не часто вот такие вот диалоги устраиваем. И каждый выражает что-то из себя. Потому что каждый валится в полной Библии. То есть, слава Богу, что мы здесь, в Эрет-Исраиле особенно, можем от Туры до Откровения копать, учитывая языковые какие-то моменты. Но все равно мы часто валимся в своих личных вещах. А вот тут ты, когда разговариваешь, я какие-то вещи, вау, начинаю видеть совершенно под другим форматом. Давай мы вернемся сейчас к циклу праздников. Расскажи нам праздник. Так вот, и на субботу также приносится в жертвоприношение. Волюбит 23 глава, правильно? И он говорит, шесть дней делай дела, в седьмой день суббота покоя, посвященное собрание. Никакого дела не делайте, это суббота Господня во всех жилищах ваших. Теперь, с четвертого стиха он перечисляет уже годовой цикл праздников. Он говорит, вот праздники Господни, первый праздник это Песах. Но, он не говорит, это потом станет ерундой. Он говорит, это праздники Господни, это не человек определил, это Господь определил эти праздники. Не для того, чтобы потом кто-то, чувствующий себя большим или малым харизматом, или не знаю кем, сказал, а это все ерунда. Это вещи, которые записаны Божьим перстом. У меня интересный случай был. Я тебя перевожу на другую тему. Я учился в Америке, и когда мы учили вот эти жертвоприношения и праздники Господни, в моем классе были ребята из Зимбабве, из Кении, из Бирмы, из Европы, там, Восточной Европы, Западной Европы. То есть, интернационально. И я был единственным, который говорил, если это заповеди Господни, так мы должны соблюдать. Я говорю, вы не должны, потому что вы горе. Но я как бы вырос в этой культуре. Почему я должен становиться язычником и как бы отворачиваться от своей культуры, если это как бы мое? Тем более, это записано в Библии. Так, парень из Зимбабве, он тоже пастырь, и он мне говорил, так это же все образы. Зачем тебе поклоняться образам, когда есть у тебя настоящий Иисус? Я говорю, ну что, проявление Иисуса это в Christmas tree, как это будет? В елке новогодней. В новогодней елке, вот это проявление Иисуса, да? Или в крашеных яйцах на Истер, я говорю, в чем проявление веры в Иисус? Да, крашеные яйца на Истер вообще говорить не будем, это язычество из язычества. Ну да, так он говорил, что то, что ты поклоняешься Богу в этих праздниках, это образы. Ты не должен поклоняться образам, мы можем поклоняться и самому Господу Богу, а не образом Его. Я думаю, один день в одной из наших передач мы сможем про праздники поговорить подробнее, и может где-то с юморком, а где-то реально показать, как вещи воспринимаются. Давай мы вернемся к жертвоприношениям в тепличности. Так вот, самая первая жертва, как я уже сказал, это жертва пасхального Агнеца. Бог сказал Моисею, что каждая семья должна взять однолетнего Агнеца, или козленка, или ягненка, и этот ягненок должен жить четыре дня. Десятого Ниссана его брали в семью, четыре дня он жил в семье, а потом отец семейства брал этого животное, ставил его у дверей и его закалывал. Так что кровь этого животного наполняла весь порог, а тогда пороги делались там небольшие углубления, чтобы вода не заходила в дом. Так вот это углубление было наполнено кровью этого Агнеца. Потом отец семейства брал Исоп и мазал кровью этого Агнеца косяки и перекладину. Так что вся дверь была в крови. Для чего? Потому что ту самую ночь, 14-го Ниссана, в ночь, то есть на 15-е Ниссана, ангел смерти прошел по всему лицу Египта. Там, где он видел кровь, он перешагивал. Поэтому мы называем этот праздник Левсоах, Пасах, да? А там, где не было крови, ангел смерти заходил, и первенец или животное, или человек умирал. Так что не было в Египте ни одного дома, где не было бы трупа. Так вот, этот праздник мы празднуем. Бог сказал, что мы должны помнить этого Агнеца, первого Агнеца. И приносили евреи 14-го Ниссана в храме этого Агнеца. Поэтому все евреи, которые боялись Бога, приходили в Иерусалим на праздник Пасах. И покупали там ягненка, и закалывали. Там закалывали этого ягненка, 14-го Ниссана они убивали. Так можете представить, какая большая работа была у священников. Технически. Куда они девались только мясо? Морозильных установок не было. Они ели? Ну, сколько можно съесть? Там же написано, что каждый брал на семью. Если семья большая, то сходились соседи. А если две семьи. Но каждый должен был ягненка представить. Ну, ягненок, сколько там, 10 килограмм, это немного на семью. Ладно. Это немного. А что делалось с такими потоками крови? Там все очищалось, как бы все... То есть там была система... Дан Джастер, который живет сейчас в Иерусалиме, он говорит, что постоянное жертвоприношение, которое было в храме, и там... Поток. Поток крови постоянно был. И вот это был залог прощения народа Израиля. Но я не верю, потому что все жертвы, которые говорится в книге Левит и в книге Чисел, они только покрывали грех, но не могли очистить. Окей. Кровь Ишуа очищала... Не-не, не важно. Давай дальше. Итак, жертва ягнят на Песах, это было... Первая жертва, и она как бы не входит в цикл вот этих жертв, которые я пересказал в самом начале, да, нашей... Она стоит отдельно. Она отдельно стоит, потому что она не была заколота в храме. Окей. То есть это самая первая жертва, которая стоит как бы... Да, ее на пороге дома кололи. Да. Но потом стали колоть в храме. В храме, да. В память... О том, что заколота на пороге дома, чтобы живущие в доме, а особенно первенцы, были покрыты. Аминь. Теперь, в этом же цикле следующий праздник идет Хага Мацот. Праздник пресных хлебов. Народ Израиля, когда вышел из Египта, они что со собой взяли? Взяли тесто. Да. И оно не успело взойти, не пришлось с него жарить. Они спекли и спекли пресные лепешки. И Бог сказал, что вы должны есть семь дней пресный хлеб. Между прочим, о всех жертвоприношениях хлебных, которые идет речь, там всегда стоит слово, вы должны приносить не закваской. То есть, Бог не терпит закваску. Единственное заквашенное тесто, которое... Нашего. Скажи мне, и чуть-чуть перескакиваю в сторону, так, мнение. Когда совершают вечерю Господню, ты считаешь, нужна пресный хлеб есть или... или... неважно. Смотри, если мы говорим, что наш Господь, Он есть нашим отца, Он безгрешный, значит, единственное, что может отождествлять Его, это мотца. То есть, стоит лучше по возможности брать хлеб без закваски. А если мы принимаем хлебопреломление с закваской, то мы делаем нашего Господа грешным, потому что закваска есть грех. Потому что они это делают и так, и так, в нашей общине мы, как бы, очень дайканим верим в этот момент, мы используем мацу, пресный хлеб. Слава Богу, вы сказали, не сложно. Ну, опять, когда мы делаем хлебопреломление, мы это делаем отдельно от всех остальных ритуалов, которые есть в иудаизме. Например, каббалат-шаббат. Тоже там есть хлеб и тоже вино. А вы собираетесь в чеши, в каббалат-шаббат. Что вы делаете вначале? Вы делаете каббалат-шаббат вино и халу. А потом в конце, если вы делаете в этот день, дополнительное вино и маца. Да. Окей. Как бы мы делаем отдельно. Почему? Я сейчас объясню. Потому что если кедушу, а кедуш это ритуальное благословение на хлеб и вино в пятницу, да, если мы добавляем что-то, тогда мы автоматически вычеркиваем себя из народа Израиля. Потому что кедуш мы говорим в память об исходе из Египта. Да. И мы это делаем, как все остальные изолитяне и евреи по всему лицу земли. Но вечарие Господне это нечто другое. Хотя в Деянии апостолов, когда мы читаем, там есть заповедь, что все, все, когда мы приходим к хлебопреломлению, мы это делаем в память о нашем Господе, да. Теперь в книге Еремеи там идет заповедь такая, что теперь ты не будешь говорить наш Господь, который вывел нас из земли египетской, но тот Господь, который привел нас из страны северной. Тоже есть заповедь. И как это все можно совместить. И опять, если ты поменяешь кедуш, тогда ты вычеркиваешь себя из митсраиля. Когда ты делаешь хлебопреломление, ты должен вспоминать о том, что сделал наш Господь. И Он заповедал нам принимать это хлебопреломление. То есть вы делаете два раздельных тетиса, которые одинаково важны. Нерия, я предлагаю, чтобы мы сейчас чуть приостановились, потому что мы уже говорим долго, и мы следующий момент запишем чуть позднее. Спасибо.